Девочки, ну что вы так нервничаете-то? Комментарии читаю. Кое-как здесь интернет... Сейчас Лёвочка подключил мне. Что вы там пишете, это вообще дурдом. Найки. Найки. Конечно, Найки. Тапочки у меня Найки. У Лёвы кроссовочки Фила. Ещё что? Фила. Как сайт называется? Грейсленд. Ещё как? Как? Я не знаю. Из Челябинск вас никогда не выйдет. Но мы же на Урале родились. Всю жизнь на Урале прожили. Там совсем другой говор. Как вы хотели? Девочки, не надо писать ерунду всякую. Всё хорошо у нас, всё прекрасно. Как хотим, так и говорим. Бутылочку можно мне из холодильника? Горка поехала! Нифига себе! Мама, мама! Ты не упадёшь? Юля, по-моему, неправильно сели. Генералка специально для императрицы. Можно что-нибудь другое? Сейчас перегруз будет. Не давай ей ничего в руки. Повкуснее. Мама! Юля, да перестань. Ты хорошо знаешь как. Девочки, это вот как раз ножка, чтобы ножки отдыхали. Прямо, знаете, это обалдеть. Сососола специально для императрицы. Смотрите, какая бутылочка. Можно откроть. Сососола. Сососола. Я хочу у вас отдыхать. Я хочу такую домой. Это вообще прелесть. И всё, и не надо к стенке. Мама! Как сложно. Я училась. Мама! Юля! Слезь это фигня. Когда я в Болгарии со своим Сашенькой, с Ларисой, очень много ходили с Лёвой, он всегда говорил, домой приходите, ложитесь попой к стенке, 90 градусов, ноги поднимаете кверху, и всё. И ноги отдыхают, и кровоток у вас начинает приходить в норму, потому что разгорячённые находились, ноги устают. А здесь я легла. Смотрите, красота. Почему такой перегруз? Так, Юля, это не перегруз, это такая качалка специально для мышц. Голова ниже попы. Ну и что, и пусть она не мешает. Ой, хочу в бассейн. Всё. У нас бесплатная СПА-зона, кстати. Слушайте, отоспались уже немножечко. Алисенька только спит. Фу, наша рука замёрзла. Алисенька, мы уже отоспались, уже веселье у нас начинается. Уже мысли начинают работать после тяжёлого перелёта. Уже балдеем. Уже всё. Всё, видите? Всё включено. Можем купаться, кушать. Развлекаться. Коньячок даже могу пить. Ой, вообще. All inclusive. All inclusive. Не пол-инклюзив, а all inclusive. Пол-инклюзив. У меня полон, полон. Пол-инклюзив. Пол-инклюзив у меня. Не он клюзив, а полон. Сегодня пришла эта... Девушка пришла и говорит мне... Как она сказала, Юля, открыть дверь? Open. Нет? Нет, ну дверь-то как называется? Door. Door open. Я так думаю, балкон что ли открыть? Потом смотрю, у неё это... Ключи. Ключи в руках. И я поняла, что Лёша сказал открыть дверь нам между двумя номерами. Я говорю, yes, yes. Она сразу заулыбалась об АХСС. Мне же английский надо учить теперь. Слушайте, ну аристократия-то... Ещё и французский, наверное, надо будет учить. Аристократия вся по-французски разговаривала. Ой, ну вообще, я балдею. Девочки, ну как в России живётся хорошо, а? Какая там Америка? Россия, россияне кругом отдыхают в дорогущем отеле. Сегодня на завтраке одни россияне и арабы. Значит, не всё так плохо в России. Не всё так плохо с семьями, с детьми, по двое, по трое детей летят в Турцию, в дорогущие отели, развлекаются. О чём вы говорите? Хорошо одетые, воспитанные все, не видела ни пьяных, ни сраных. Не надо ничего говорить про россиян. Это самые лучшие ребята в мире. Обожаю. Ой, ну а я балдею. Что, сынулька? Тоже балдеешь? Тоже всё хорошо? Отлично. Ой. Так что Алисеньку ждём. Сейчас Алиса проснётся. Даже вставать неохотно. Правда, девочки, это же лучшее средство. Ну я прикрою коленки-то. А то сейчас опять начнётся. Оголилась. Императрица. Какая вы императрица? Разве я себя назвала императрицей? Это вы меня назвали. Это шутка же была. Это подписчики шутят. А кто шуток не понимает, на моём канале делать нечего. Идите в другое место. Так что вот такие дела, девочки. Отдыхаем. Я не знаю. Так что вот.